Бесплатными вскоре останутся только вызов семейного врача и возможно снятие симптомов. Например, вам дадут обезболивающее. Лечение же всех ваших недугов. Теперь проблемы вашего кошелька. На этой неделе украинский парламент принял медицинскую реформу. На фоне неоднозначной пенсионной она и вовсе выглядит возмутительно. Давайте коротко проанализируем основные ее постулаты. Сразу скажу, несмотря на то, что большая часть медицинских услуг Украине теперь станет платной, противоречить Конституции ноу-хау не будет. Хитроумные авторы закона кое-что оставили без изменений. Первичную медицину. То есть за вызов семейного врача или вашего терапевта платить будет не нужно. Но скажите, при серьезных заболеваниях часто терапевт вам назначал полный курс лечения? Нет, конечно. Дальше анализы, профильные врачи и возможно даже больницы. Вот тут-то и придется раскошелиться. Так, несколько важных цифр. Согласно принятой на этой неделе медреформе, официально в кассу придется заплатить за диагностику нарушения ритма сердца у ребенка 65 тысяч гривен. За репротезирование двух клапанов сердца почти 190 тысяч гривен. За лечение аневризмы сердца 154 тысячи гривен. За лечение стеноза сердца вам придется выложить 163 тысячи гривен. За шунтирование аорты, например, 130 тысяч гривен. Другие цифры. Коронарный тромбоз 103 тысячи. Лечение цирроза печени 111 тысяч. Самое дешевое в этом списке это удаление фурункулов 7 тысяч гривен. Операция по удалению камня в желчном пузыре будет стоить от 34 до 51 тысячи гривен. Лечение острого панкреатита почти 72 тысячи. Еще раз отмечу, это официальные цифры, которые предусмотрены новым законом. Утешая то, что все преимущества медреформы вы ощутите не завтра, будет еще страховая медицина, большинство положений реформы вступит в силу с 2020 года. Любопытно, что незадолго до принятия законопроекта некоторые общественники разоблачили манипуляцию ее авторов. Сторонники реформы утверждали, что якобы 97% наших сограждан платили за лечение. И вправду почти все пациенты давали деньги врачам. Но манипуляция состоит в том, что оказывается 75% пациентов платили не медикам за лечение, а оплачивали стоимость необходимых лекарств. Раскрыли информацию общественники благодаря тому, что об этом проговорился один из членов реформаторской команды Минздрава. Павел Ковтанюк на обсуждении законопроектов с профсоюзами. Причем эта цифра, 75%, содержалась в том же самом исследовании. Обнародование всего одной припрятанной цифры, вот и результат исследования становится прямо противоположным от того, что требовалось чиновникам для продвижения своей скандальной реформы.